Иркутская область В красный угол ринга приглашается из Дагестана Яхья Ибрагимов! Продолжается наш турнир. Все тяжелее и тяжелее становятся спортсмены. Это финалы чемпионата России по Муай-Тай 2024 года. И весовая категория до 86 килограммов. Яхья Ибрагимов. Спортсмену 28 лет. Он является кандидатом в мастера спорта России. Чемпион России по тайскому боксу 2022 года в первом тяжелом весе. И серебряный призер чемпионата России прошлого года. Обладатель серебряной медали чемпионата Европы. Представитель Кизляра Республики Дагестан. 28 лет. Кандидат в мастера спорта России. Чемпион России по тайскому боксу 2022 года в первом тяжелом весе. И серебряный призер чемпионата России прошлого года. Обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2023 года в Анталии. Турции. В красном углу спортивная школа Олимпийского резерва. Кизляр. Республика Дагестан. Яхья Ибрагимов. В синий угол ринга приглашается его соперник из Дагестана. Встречайте! Али! Али! Али Али. Представитель Республики Дагестан. Город Махачкала. Он представляет. Является мастером спорта международного класса. Представляет спортивную школу номер 2 Махачкалы. Тренируется под руководством Абдулна Сырнвиджидова. И огромного количества многих других выдающихся тренеров. Насколько я знаю, представляет клуб Скорпион. Это легендарнейший клуб во всем мире. Который знают, конечно же, спортсмен. Который уже недолгое время находится в сборной страны. 25 лет. Он так же, как и его соперник, является членом сборной команды Республики Дагестан по Муай-Тай. Мастер спорта международного класса. Представляет спортивную школу номер 2 Махачкалы. Трехкратный чемпион России. Чемпион мира по тайскому боксу 2021 года. Победитель первых игр стран СНГ в Казани. В синем углу. Республика Дагестан. Махачкала. Али. 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 Давайте вы нас слушаете команды. Удачи. Первый раунд. Весовая категория до 86 килограммов, скажем так, внутренне дистантское дерби. Да, парень с Кизляров в красном углу. Ну, у нас, конечно же, это Ибрагимов Ихья, финалист прошлого года. Али Алиев представляет город Махачкала, спортивную школу номер два. И у нас первый раунд. Видели мы сегодня уже, что два представителя одного региона сражались между собой. Это было в весовой категории до 57 килограммов. Два представителя Кемерово. Ну, и вот сейчас два представителя Тагестана сражаются здесь. И как плотно сейчас попал дальней ногой Ибрагимов по корпусу. В ответ сразу же пропустил удар коленом от Али Алиева. И это показывает о том, что далеко не дружеский спарринг нас здесь ждет. А именно такое настоящее противостояние. Ибрагим Хедиров и Ахмед Алиханов находятся в углу. А вот что-то произошло. Похоже, травму какую-то получил при падении Ихья Ибрагимов. Поднимается он. Тяжело достаточно поднимается. Вот сейчас нам на повторе покажут. Ох, очень сильно упал он, да, там на правую сторону головы. Надеется, что все в порядке. Сможет он продолжать бой. Ну, а в углу у Али Алиева находится Абдул-Али Мугедина. Налис чемпионата мира. Мастер-спорт международного класса. Ну и в данный момент человек, который развивает свою карьеру в ММА. И достаточно хорошо развивает. Не так давно одержал, кстати, один из своих победных поединков. С локтем вперед пошел Али Алиев. Он здесь попытался немножко скрутить Ихья Ибрагимов, но Али плотно навалился туда вперед на соперника. И тут же здесь его повалил. Чемпион мира, кстати. Чемпионом мира является Алиев Алиев. Весовой категории, правда, до 81 килограмма. Колено плотное. От Алиева еще одно. Оно. Оно. Ох, какое колено. И тут же еще рукой на выходе попал Алиев. Пользуется он своими фаборитами, да. Высокий парень. Выше он, чем Ихья Ибрагимов. Успевает втыкать туда колени. Меняет стойки при этом Али. Вот так вот левым там сайстепом попытался попасть. Хорошо попадает здесь уже Ибрагимов. Плотно всаживает. Небольшая скрутка. Поднимаются спортсмены. 30 секунд до остается до конца первого отрезка боевого. Дергай, дергай. Подсказывают из угла у Ибрагимова. И первый раунд закончен. Дергай, 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 дергай. Дергай, 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 дергай его. Дергай, дергай, дергай его. Пускай от каната, он не любит каната. Дергай, дергай. Ничего страшного. Да, да. Давай, сейчас, смотри, разоглядно. Хорошо. Видим мы счет. Со счетом 10-9 этот первый раунд уходит в пользу спортсмена из синего угла. Здесь такая хорошая двойка. Быстро, коротко, без акцента. Но залетели там два удара. Все, включается Илья, но отдает здесь голову в клинче. И пошла работа коленей вниз от Алиева. Так вот провалил здесь немножко Ипрагимов. Делает ставки здесь Ипрагимов именно на удары руками. Старается именно руками здесь где-то перестрелять. При этом Али Алиев, несмотря на то, что есть преимущество в росте, большую часть... Ох, какой локоть слева сейчас пробивает Алиев. Большую часть все-таки своего боевого потенциала старается реализовать именно в клинче. Дальняя нога здесь от Алиева, хотя он сменил стойку. Так вот решил немножко поработать и стойки левшей. Хорошая скрутка от Алиева. Плотное падение. И вот после такого падения можно очень сильно сбить дыхание. К своему экватору подобрался этот бой. Ровно середина второго отрезка у нас. Али вновь заходит сюда в клинч. Несколько ударов коленями он отработал, но без особой амплитуды. Канаты держать рефери попросил больше не надо. Коленом навстречу, но хорошо на сайстепе отработал Алиев. Здесь провалил и лоу-киком дотянулся здесь Али. Вновь из стойки левшей он поработал. Пошла работа на средней дистанции и хорошо попадает лоу-киком. И смотрите, да, так немножко подбил ногу здесь он у Ибрагимова. Рефери тут же открывает счет. Сможет ли дальше работать здесь? Яхья Ибрагимов, потому что удар был действительно очень тяжелый. 35 секунд остается до конца второго раунда. Ибрагимов меняет стойку. Через подхват ноги работает Ибрагимов. Такое ощущение, что немножко подвосстановилась у него нога. И вновь падение в клинче. Рефери в очередной раз попросил Алиева не скручивать при применении третьей точки. Так, через бедро не бросать своего соперника. Концовка второго раунда. Так, прошла относительно спокойно. И учетом нокдауна, конечно же, уходит в пользу спортсмена из синего угла. Второй раунд подряд он уже забирает. Нас ждет третий, он же заключительный раунд. Связки, связки. Рука, нога, связывай. Понял? Не борись, давай. Клинч заходишь, сразу назад колено заряжаешь, бьешь. Батировать клинч. Вот это грязное дело, ты же выигрываешь нормально. Ты же выигрываешь, зачем ты патировать? Не борись. Не борись. Крой, все. Плодокуй. За ножку заходи. Вот так, вот так. Не бежишь. Не нарушение. Румыни, еще не нарушение. Собранник. Саш, товарищ. На. 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 Заключительный боевой отрезок. Целая категория до 86 килограммов. Было точное попадание во втором раунде по ноге Ихе Ибрагимову, но был отчитан нокдаун, сумел он собраться, продолжает поединок. Суперкот здесь отработал Али Алиев, там и колено дотянулся. Локоть пытается пробить. Раздергивает, раздергивает, начинает Алиев. В дальние ноги забрасывает хай-кик, там через перчатку, но опасно. Ихе Ибрагимов там постарался проатаковать, но Али Алиев очень остро работает локтями, да. Нет. Нет. С дистанцией, пользуясь своим преимуществом в габаритах, так сказать, в длине, скажем так, антропометрической, Али Алиев выбрасывает удары ногами с дистанцией. На средней дистанции очень много клинчу. Где-то не дает тому, чтобы отработал где-то Ибрагимов на средней дистанции руками. Что, в принципе, наверное, для Али Алиева абсолютно справедливо. Пока аромат здесь на средней. Такие размены. Очень острые. Ибрагимов бросает боковые. Видно, что он так вкладывается уже в эти удары, потому что действительно понимает он, что он отдал предыдущие два раунда. Нужно ему где-то рисковать, где-то обострить, постараться попасть точным плотным ударом. Через корпус там промахнулся. Ибрагимов. Не обостряет, в принципе, Али Алиев. Работает в достаточно спокойной манере. Он тоже понимает, что ведет он в этом поединке. Куда-то идти вперед, бросаться на соперника и где-то рисковать ему тоже не стоит. Ибрагимов выбрасывает локти навстречу. 30 секунд остается до конца финального поединка весовой категории до 86 килограммов на чемпионате России по Уайдай. О, какая скрутка. По Уайдай 2024 года. И вот тут вот под концовку секунданты красного угла останавливают поединок. Ждем судейского решения. Спасибо. Чемпионом России по Уайдай 2024 года в весовой категории до 86 килограммов стал спортсмен из синего угла Али Алиев Махачкала, Республика Дагестан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова